Саль, ну ты знаешь, что лето, конечно же, на исходе уже, к сожалению, спина, в спину дышит осень, но это не повод расстраиваться, потому что сезон фруктов и овощей в самом разгаре. Впереди у нас еще инжир, оливки, у нас впереди еще фейхуа, в общем, много всего вкусного, а главное, диетичного и полезного. Ну, Саша, ты сейчас, если честно, назвал все-таки какие-то экзотические фрукты, но действительно самое время, мне кажется, задуматься о правильном питании, и вообще для этого это лучше делать в любое время, и утром, и днем, и вечером, когда мы садимся, например, за обед или ужин, нужно думать, что же попадает в итоге к нам в рот. Знаешь, я есть то, что я ем, как говорится. У нас год по этой теме, как прекрасная дама, которая наверняка расскажет вообще все абсолютно о правильном питании, как же сохранить себя на многое-многое лето. Венера Рифатовна Яшлавская, врач-диетолог, которая нам сегодня как раз-таки и поведает о правильном питании. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вы, наверное, уже позавтракали. Конечно. Как правильно позавтракать? Я позавтракала овсянкой с фруктами на молоке. Но это рекомендуется всем? Именно с этого начинается выделить? Нет, конечно, не всем. У каждого есть противопоказания, вернее, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Но если нет никакой патологии сопутствующей, то, в принципе, можно позволить себе любой злак на молоке с фруктами. Можно дополнить белковым блюдом, но овсянка на молоке сама по себе является белковым блюдом. Может, если утром начинают с бутербродов. Бутсаля съела сегодня кабана на вертеле утром. Я не знаю, правильно она сделана или нет. Ну, это нужно иметь очень здоровую пищеварительную систему. Нет, конечно, по утрам не рекомендовано такие тяжелые блюда употреблять. То есть нужно энергией запастись на утро. Это в первую очередь углеводы в виде злаков. И белком. Скажите, сейчас очень много точек зрения на правильное и здоровое питание. Кто-то говорит питаться дробно, кто-то советует вообще есть один раз, но очень плотно. Что вы скажете на этот счет? Я скажу, что нужно индивидуально подходить. И самая идеальная диета будет подобрана индивидуально конкретному человеку. Да, действительно, есть случаи, когда рекомендовано есть 2 или 3 раза в день. И не стоит дробить питание. Особенно это характерно для людей с инсулинорезистентностью, с сахарным диабетом. Но в то же время для человека активного, молодого, 5-6 разовое питание вполне подойдет. То есть нужно дифференцированно подходить в любом случае. То есть, грубо говоря, взять, съесть кастрюлю борща 6 раз в день? Нет, конечно, еще важно, чем вы наполняете свою тарелку, а не только сколько вы и как часто едите. А чем же надо наполнять? Посоветуйте нам и телезрителям. Если мы говорим о среднестатистическом молодом здоровом человеке, то в его рационе должны присутствовать все абсолютно компоненты. Это и углеводы в виде макарон, картофеля, любой каши, то есть любой крупы. Это белковые блюда, яйца, стандартный набор, мясо, птица, рыба. И жиры. Жиры в пользу, конечно, ненасыщенных, более полезных категорий. Это нерафинированные масла, это красная рыба, либо жирные сорта белой рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами. И, конечно же, витамины и минералы, которые мы получаем из овощей, из фруктов, либо в виде дополнительных добавок. А вот мне интересно по поводу овощей и фруктов. Какое количество их в день надо съедать? Есть ли здесь какая-то предел или норма, или можно есть килограммами? В общем, это не возбраняется. Если мы говорим об овощах, особенно зелёных овощах, либо зелени, можно есть килограммами, и это не отложится в лишних килограммах, так скажем. Средняя статистическая норма по овощам и фруктам – это 500 граммов в день, которые включают и овощи, и фрукты. Да, это минимум, который необходимо употреблять. Но, конечно, больше акцент необходимо делать в сторону овощей, потому что фрукты всё-таки это углеводы, достаточно калорийные, и при избытке в рационе они могут привести к избыточному весу. Елена Графетовна, скажите, пожалуйста, вот тоже точки зрения расходятся у многих учёных, сколько же нужно пить? Кто-то говорит полтора литра в день, кто-то говорит летом до трёх литров в день. А вот некоторые люди говорят, что пить нужно ровно столько, сколько хочется. Что вы порекомендуете? Если у вас идеально развито чутьё, хотите ли вы пить или есть, вы дифференцируете эти моменты, тогда вы можете по потребности пить. Как понять, вот идеально или не идеально? Да. Ну, вы можете обратить внимание на внешний вид человека, на состояние его здоровья. То есть каждый чувствует в основном, воспринимает, то есть интуитивное питание, так скажем, и может ли он не заедать, дифференцирует ли он чувство жажды с чувством голода. В среднем это 30 мл на килограмм массы тела, идеальная масса тела, которая вычитывается по индексу массы тела. Если опять же говорить о людях без сердечно-сосудистой патологии, без заболеваний почек. 30 мл на килограмм массы тела – это цифра, необходимая в сутки, ежедневно каждому человеку. А вот вы упомянули такое красивое словосочетание «интуитивное питание», «интуитивная диета». Что это такое и можно ли этому вообще доверять? В отдельных случаях можно доверять. Это то питание, когда человек питается по собственным ощущениям. То есть он понимает, что в конкретный момент он хочет съесть и что в конкретный момент он хочет пить. Хочется ли ему есть или не хочется. То есть это может быть и 6-12-часовой период голодания. И при этом он будет себя чувствовать прекрасно, будет абсолютно здоровым. Но, конечно, на этапе активного снижения массы тела не рекомендовано интуитивное питание. Потому что, как правило, у таких пациентов нарушен контроль питания. И нарушение пищевого поведения имеет место. Поэтому я бы рекомендовала это либо здоровым людям, либо пациентам, которые уже пришли к стабильной массе тела, удерживают в течение минимум года эти показатели. И чувствуют уже свой организм. Поэтому интуитивное питание совсем неплохой вариант, но в отдельных ситуациях. Я боюсь, что многим интуиция подсказывает как раз-таки ровно в полночь подойти к холодильнику и достать что-нибудь там спрятанное, да, сладенькое или жирненькое. Я думаю, что это другая категория людей. Все-таки это люди с нарушением пищевого поведения, либо нарушенным режимом сна и отдыха. Потому что в 12 часов все-таки рекомендовано для здоровья спать. Вот. Если бы всегда получалось еще. Не дежурить возле холодильника. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Венера Арифатовна Ешлавская, врач-тиитолог. Спасибо вам. Спасибо.